30 тысяч строений в Югре находятся в зоне опасных промышленных объектов, заметил в начале встречи Юрий Важенин. И это проблема не только нашего региона. Тем, что вы находитесь в этих зонах с особыми условиями эксплуатации, но еще и самовольными постройками и все такое прочее. Это, могу сказать, что некоторые власти, в том числе, хоть я приветствовал или не приветствовал, это второй вопрос, но видел, как под нож бульдозера запускались такие объекты в Москве, как эти самые пятиэтажные объекты и все такое прочее. На встречу пришли и жители поселка Пойковский. Они уже несколько лет судятся с нефтяниками за то, чтобы их дома не сносили. У сельчан вопрос, почему возле одних скважин можно, а возле других нельзя. Мы находимся возле нефтяных скважин номер 65-110 правительственного месторождения нефти. Они 78-го года выпуска. Более 10 лет находятся на консервации, то есть без действия абсолютно. То есть ни за ушки, ни трубопровода, ничего нет. В аварии он состоит, ну не рабочий куст. Также у нас в районе, в черте населенного пункта находится действующий рабочий куст номер 47. Рядом с этим кустом два года назад построили детский картинг-клуб «Вираж». Инициатива сократить границы таких зон дошла и до президента. Ссылаются на то, что все это нормативы 20-летней давности. Однако гарантии, что труба или законсервированная скважина вдруг не рванет и могут погибнуть люди, никто дать не может. Что в этой скважине творится, зачастую никто не знает. Вот вы говорите, она законсервирована 10 лет и ничего не происходит. Так, ну, там может и 20 лет ничего не происходило. Но опыт, который провели здесь, в Юганск-Нефтегазе, то есть на территории нефтегазского из Балатского месторождения, скрыли 10 скважин, которых были в свое время законсервированы. Юрий Важенин считает, что с каждой постройкой нужно решать вопрос индивидуально, создавать рабочую группу из представителей власти, собственников опасного объекта, депутатов и жильцов. Но в любом случае помочь всем не получится. И добавил, что возможные пути решений будут рассматривать на большом круглом столе федерального уровня в конце этого месяца. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».